На Луганском направлении вся восточная часть Северского Донца перешла под контроль ЛНР. Взяты Северодонецк, Сиротино и Боровское. Продолжаются бои за Лисичанск. Российская армия зачищает Волчияровку. Идет штурм пригородных населенных пунктов Верхнекаменки и Белой горы. Взятие Верхнекаменки осложнит для ВСУ отход к Северску в случае необходимости. Трасса Северск-Лисичанск находится под огневым контролем российской армии. В ходе ожесточенных боев и Белогоровки и Берестово ВСУ окончательно потеряли контроль на трассе Артемовск-Солидар-Лисичанск. На территории Золотого и Горска войдет зачистка котла и фильтрационные мероприятия, так как многие украинские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются слиться с мирным населением. На Донецком направлении, в районе Угледара, украинские военные попытались развить успех после взятия Павловки и начали штурмовать село Егоровку. Однако атака захлебнулась. Российская артиллерия непрерывно наносит удары по ВСУ. В районах Авдеевки, Камышевки и Первомайского уничтожено три града. Две гаубицы М-777 и один танк. МВСУ совершили очередную атаку на российские позиции, находящиеся на острове Змеиный. В ночь с 25 на 26 июня украинская артиллерия из гаубицы М-777 обстреляла российские позиции. Также была задействована авиация – истребители МиГ-29 и штурмовик Су-25, в которых был сбит российский ПВО. Впервые было задействовано не менее 11 западных самолетов-разведчиков, которые барражировали над Румынией и акваторией Черного моря. Эта очередная попытка отбить остров Змеиный не принесла успеха украинской армии. Однако командование заявило, что будет продолжать штурм острова до полного его освобождения. Буровая платформа Таврида в Черном море подверглась ракетному удару со стороны ВСУ. Повреждения получила вертолетная площадка, где образовалась дыра диаметром в 5 метров пострадавших и жертв. В Киеве российская армия нанесла ракетные удары по цехам оборонного завода «Артем», который производил авиационные управляемые ракеты класса «Воздух-воздух». «Артем» «Артем»